Привет! Я Гульнас. В сегодняшнем выпуске мы сошьем воздушную красивую блузку-рубашку с деталью на сборке. Это рубашка-блузка сшита из батиста-хлопка, которую называют мушкой. Все потому, что он имеет набивные вкрапления. Ткань очень мягкая, приятная, но и в силу того, что имеет натуральный состав, быстро сминается. Также она просвечивает и полупрозрачна. Поэтому рационально будет пришить изнутри подклад, либо надевать что-то изнутри. Такой ткани нам потребуется примерно 1,5-2 метра. Для пошива этой блузы нам потребуются лекала, которые имеют ваш размер. Это могут быть лекала, которые вы сняли по журналам. В целом они вам подходят и имеют неплохую посадку. Либо это могут быть лекала, которые вы построили самостоятельно по какому-либо учебнику. Нам потребуется деталь полочки, то есть передняя половинка изделия, деталь спинки, а также одношовный простой вточной рукав. Вы можете построить их по любому учебнику по конструированию женской одежды. Таких учебников очень много. Я построила свои лекала по инструкции по конструированию женской одежды от школы Беспокт. Здесь можно найти поэтапную, хорошо проиллюстрированную инструкцию, поэтому она будет понятна даже для новичков. Для заказа пособия напишите мне на почту happynassobachka.gmail.com. Она стоит всего 250 рублей. Нам необходимо в первую очередь определить, на каком уровне будет начинаться деталь со сборкой. То есть мы разделим полочку, спинку и рукав на две части. На верхнюю и нижнюю. Верхняя часть кокетка останется той же, что я была прежде, а нижняя часть будет состоять из простого прямоугольника, который мы соберем на сборку и приточаем к верхней детали. Нам необходимо решить, на каком уровне будет располагаться, например, от уровня плеч, эта сборка. То есть начинаться деталь со сборкой. К примеру, в этой модели это примерно 2-3 см от начала бокового шва, бокового среза. Проводим перпендикуляр от этой точки к линии середины полочки, то есть под прямым углом на 90 градусов. И ту же величину, то есть 2-3 см, мы откладываем по боковому срезу спинки. И проводим перпендикуляр, то есть линию под прямым углом к середине спинки. Рукав также состоит из двух частей. И для того, чтобы разделить его, нам снова потребуется воспользоваться этой величиной, то есть длиной бокового среза, например, 2 см. Откладываем эти 2 см по локтевому срезу с двух сторон и проводим линию. И можем разрезать детали по этим линиям. Отложим нижние части, они нам больше не потребуются. И поговорим о верхней детали. Начнем с полочки. По полочке у нас предполагается планка. В этой модели, блузки, рубашки, мы скроем полочку с цельнокрайонной планкой. То есть это означает, что деталь полочки будет увеличена от середины полочки примерно на 5-6 см. Эту величину на самом деле очень легко рассчитать. К примеру, мы хотим иметь планку шириной 2 см в готовом виде. Это означает, что от середины полочки планка будет располагаться на 1 см влево и на 1 см вправо. Вот ширина, размеры нашей планки в готовом виде. Таким образом, от середины полочки в настоящем ее виде нам необходимо отложить 1 см влево. То есть добавить еще 1 см и мы получим ширину, полную ширину планки. Но поскольку планка должна быть красиво обработана, мы не можем просто оставить открытые срезы. Нам необходимо добавить дополнительную величину для того, чтобы скрыть срезы планки и красиво их обработать. Нам потребуется еще 1 ширина полной планки. То есть к этой величине мы добавляем еще 2 см. Хорошо, мы отогнем эти 2 см наизнанку, но нам необходимо будет также дополнительный участок для того, чтобы подогнуть срезы вовнутрь и застрочить. Поскольку мы не можем просто отогнуть наизнанку 2 см и застрочить. У нас останутся открытые срезы. Поэтому мы добавим еще примерно 5 мм, либо 1 см. Ну и теперь посчитаем. Таким образом от середины полочки нам необходимо отложить дополнительно 1, 2 и еще полсантиметра. Итого 3,5 либо 4 см, если мы берем 1 см, а не 5 мм. Возвращаемся к нашим базовым лекалам. От середины полочки нам необходимо отложить примерно 4 см влево и продолжить линию горловины. И вдоль середины полочки мы проводим параллельную линию с отступом всегда на 4 см. Таким образом мы получаем планку. Но оставшиеся срезы, срез горловины, плечевой срез, срез проймы, часть бокового среза и нижний срез остаются неизменными. Что касается детали спинки, то мы можем ее раскроить в сгиб посередине. Для того, чтобы у нас не было лишних швов. Изделие и так будет раскрываться посередине полочки. Поэтому мы просто обводим срез горловины, плечевой срез, плечевую выточку, если она у вас есть. На самом деле плечевую выточку можно исключить немного и немного отсечь плечевой срез от края, от внешней плечевой точки. Таким образом, если раствор выточки, к примеру, составляет 7 мм, то эти 7 мм мы можем отступить вовнутрь от внешней плечевой точки и плавно свести эту линию на нет к срезу проймы. Но в таком случае вы, разумеется, получите дефекты посадки и изделие будет сидеть не так хорошо, как оно сидело бы с плечевой выточкой. Но, разумеется, если вы не шьете из трикотажа. Если изделие предполагается из трикотажного полотна, то такой дефект практически будет не заметен. Поскольку эластичность трикотажа все скроет. Ну и продолжаем срез проймы, боковой срез и срез низа изделия. Ну и рукав остается неизменным, мы просто его обводим по всем срезам, то есть по окату рукава, локтевые срезы по 2 см и нижний срез. Разумеется, при раскроем мы также откладываем припуски на швы, достаточно будет оставить по сантиметру по всем срезам. Но, что касается деталей, которые мы будем собирать на сборке, то на самом деле это просто прямоугольники. Желаемые длины, ну а ширина детали может быть разной. Можно, к примеру, использовать ширину ткани, то есть 1,5 метра стандартная ширина ткани. Собрать этот отрезок, это полотно, на сборку. Позже мы увидим, как это делается, и использовать ширину ткани в качестве деталей и спинки, и полочки, то есть непрерывным полотном по всему изделию. Ну а по низу рукава при желании можно обработать манжеты. Для этого вам необходимо будет скроить прямоугольники длиной примерно равный обхват запястья плюс 4-5 см. Ну а ширина может быть разной 2-3-4 см. Желаемую ширину манжеты мы увеличиваем в 2 раза. К примеру, если вы хотите иметь манжету в готовом виде равной 3 см, то нам необходимо скроить деталь равной 6 см, в 2 раза больше. Ну а также мы, конечно, добавим после этого припуски на швы по всем срезам по 1 см. А значит размеры манжеты также увеличатся. Самый важный ключевой узел, который нам необходимо будет обрабатывать на протяжении практически всего изделия, это создание сборки. Мы раскроили все детали рукава, полочки, спинки с припусками на швы, можно оставить по сантиметру по всем срезам. Покажу создание сборки и присоединение двух деталей на примере рукава. У нас есть верхняя часть рукава, округлый окат, и нижняя часть рукава, которая больше, и которую мы будем собирать на сборку и присоединять к верхней части рукава. Итак, нам необходимо по верхнему срезу нижней части рукава дать строчку, но она будет немного отличаться от обычной строчки. Как правило, мы строчим стежком, равным примерно 2,5-3,5 мм. Кто как любит. Я, к примеру, делаю строчку 3-х миллиметровым стежком. Вам необходимо переключить регулятор длины стежка на максимальный, то есть на 4-5, сколько позволяет ваша машинка. И при этом я советую держать лицевую часть ткани сверху для того, чтобы не запутаться. После этого перевернем деталь, которую нам необходимо собрать на сборку, и возьмем за нить с изнаночной стороны ткани. Аккуратно отделим ее от нити лицевой стороны. Ни в коем случае не затягиваем лицевую нить, иначе у нас получится узелок. И теперь просто тянем изнаночную нить, таким образом получая мягкую сборку. Но мы не затягиваем ее до бесконечности, нам необходимо сравнить длину среза на сборке с длиной нижнего среза в верхней части рукава. Еще 2 см. Не перетягивайте излишне. Хорошо, теперь детали равны. И уже теперь мы берем лицевую нить и вместе с изнаночной делаем узелок. Для того, чтобы сборка не распалась. Со второй стороны, для того, чтобы сборка не выходила, вы можете сделать закрепку. Таким образом мы оставляем хвостики только с одной стороны. Ну а теперь нам необходимо распределить равномерно эту сборку вдоль всей длины верхнего среза. Итак, распределили сборку, и теперь нам необходимо к лицевой стороне верхней части рукава приложить лицевую сторону нижней части рукава. То есть соединяем детали лицом к лицу, совмещаем боковые локтевые срезы, закрепляем булавками с одной стороны и с другой. Далее можем присоединить серединку, присоединить в промежутках. И после этого нам необходимо будет дать строчку на 1 сантиметр. То есть с тем же отступом, с которым мы давали вспомогательную строчку для создания сборки. Даем строчку на 1 сантиметр прямо поверх этой строчки и обметываем срезы. Дали строчку, срезы обметали. И таким образом мы присоединили к верхней детали деталь на сборке. Ну что ж, завершим работу с рукавом. И теперь нам необходимо сложить его пополам, соединить локтевые срезы. Следите за тем, чтобы швы притачивания нижней детали с обеих сторон совпадали. Присоединяем друг к другу локтевые срезы вдоль всей длины. И поскольку у нас запланирована манжета, но вы можете оставить рукав и в таком состоянии, то нам необходимо будет обработать разрез. Как правило, его обрабатывают в задней части рукава. Делают дополнительный разрез, обрабатывают его, например, косой бейкой. В массовом пошиве вы можете встретить разрез, который оставляют в продолжении локтевого шва. Но это неправильный по технологии метод обработки. Но тем не менее, он встречается. Все потому, что это намного быстрее, но не намного аккуратнее. Итак, даем строчку на 1 см от края, срезы обметываем. Но если вы собираетесь обрабатывать разрез в продолжении локтевого среза, то я советую сначала обметать две стороны отдельно и лишь после этого дать строчку, оставив для разреза примерно 5-7 см. Раскроили детали полочки и спинки и сразу присоединяем их друг к другу. То есть мы соединяем отдельно верхнюю часть лифа. Присоединяем лицом к лицу полочку со спинкой, соединяем плечевые и боковые срезы, стачиваем их и обметываем. Обрабатываем оверлоком либо зигзагом. Также нам потребуется обработать планку. Для этого вам необходимо будет продублировать 2-3 см, в зависимости от того, сколько вы оставляли. Затем сложите ее один раз на сторону изнатки и затем второй раз. И хорошенько поутюжьте. Давать закрепляющую строчку вдоль планки мы пока не будем. Нам лучше всего присоединить для более аккуратной обработки планки верхнюю часть лифа к нижней. И поэтому мы переходим к созданию сборки по нижней части основных деталей. Нижняя деталь, которая будет также собираться на сборку, состоит у меня из трех частей. Двух деталей полочки и одной детали спинки. У вас это может быть единое полотно. Теперь по аналогии нам необходимо вдоль верхнего среза с отступом на сантиметр от края дать строчку, вспомогательную строчку 5-миллиметровым стежком. Мы затягиваем изнаночную нить, образуя таким образом сборку. Длина этой сборки, помним, должна быть равна длине нижнего среза верхней части лифа. Собрали нижнюю часть лифа на сборку длиной, равной нижнему срезу верхней части. И теперь нам необходимо присоединить их. Еще пару слов о сборке. Желательно начинать ее оттуда, где заканчивается планируемая складка. К примеру, если вы отвернете наизнанку два раза, в пределах планки эту сборку делать не нужно. Поэтому вы можете замерить, какая ширина у вас уходит на планку, застежку для пуговиц, и начинать вспомогательную строчку для сборки именно от этой точки. Ну что же, теперь нам необходимо просто присоединить все срезы друг к другу. Если у вас есть боковые швы по детали со сборкой, то вам необходимо ориентироваться на них, как контрольной точки. Таким образом, боковые швы по нижней детали и верхней детали должны совпасть в первую очередь, а затем мы распределяем оставшиеся отрезки. Но если у вас это цельная деталь, то вы можете просто присоединить середину, далее от каждого отрезка также найти серединку и присоединить булавками. Присоединили вдоль всего нижнего среза две детали друг к другу. Далее по аналогии даем строчку на 1 см от края, то есть поверх вспомогательной строчки, и срезы обметываем. Кстати, что касается планки вдоль нижней части детали, то вы также можете ее проклеить полоску такой же ширины, как и по верхней детали лифа. Таким образом, мы отдельно дублируем область, предназначенную для планки по нижней и верхней части, затем соединяем их по срезу, и после этого мы отогнем оба среза разом наизнанку и дадим разом строчку. Можно сделать немного по-другому. Сначала соединить деталь лифа с нижней деталью, а после этого разом продублировать обе детали единой непрерывной полоской. В целом большой разницы в этих способах нет. Присрачили рукав, соединив локтевые срезы, и я в этой модели оставила разрез вдоль продолжения локтевого среза. Если вы решили сделать так же, то можно срезы закрепить строчкой на 1-2 мм от края, для того, чтобы они не выворачивались на лицевую сторону. После этого по низу рукава нам необходимо будет также дать вспомогательную строчку 5-мм стежком, для того, чтобы собрать низ рукава на сборку, при желании, если вы хотите обрабатывать манжету по низу рукава. Скроили манжету и продублировали ее, либо полностью, либо с одной стороны. Я в этой модели продублировала лишь одну сторону тонким флизелином, для того, чтобы деталь не имела отличительной плотности и толщины по сравнению с остальным изделием. Дублированную деталь я приложу к изнаночной стороне. Обычно дублированную сторону оставляют с лицевой стороны. Я же делаю наоборот, для того, чтобы сохранить полупрозрачность и воздушность ткани. Дублированную сторону я приложу к изнаночной стороне рукава. И нам необходимо 1 сантиметр манжеты короткого среза вывести за пределы разреза. Прикрепляем с одной стороны, с другой. Также выводя 1 сантиметр. Мы уже много раз обрабатывали манжеты, поэтому если хотите посмотреть урок подробнее, то можно найти видео по пошиву рубашек и блуз. У меня на YouTube канале HappyNAS. Ну и теперь аналогично затягиваем изнаночную нить по рукаву до тех пор, пока длина нижнего среза рукава не совпадет с длиной манжеты. Сравняли длины, сделаем узелок и распределим равномерно сборку вдоль всей манжеты. После присоединяем низ рукава на сборке только к одному слою манжеты. В моем случае это дублированная сторона. Прикрепляем в промежутках. И после этого даем строчку вдоль длинного среза манжеты на 1 сантиметр от края. Срезы обметывать не нужно, поскольку они все равно останутся внутри. После этого мы просто обработаем остальные срезы. Пристрочили длинный срез манжеты. Теперь закроем боковые короткие срезы манжеты. Для этого сложим ее пополам, так чтобы лицевая сторона осталась внутри. И припуски вдоль длинных срезов манжеты отогнем на 1 сантиметр вовнутрь, то есть в сторону сгиба по манжете. И пригрепим таким образом булавкой. Далее дадим строчку на 1 сантиметр, то есть в продолжение разреза по рукаву с обеих сторон. Присоединили нижнюю верхнюю часть полочки и спинки друг к другу, срезы обметали. И сразу же закроем срезы планки. Просто отогнем два раза наизнанку и дадим на 1 мм от внутреннего края строчку вдоль всей планки. На этом планка готова. Нам остается только обработать петли, пришить пуговицы, но это будет в самом конце. Мы можем также сразу обработать низ изделия. Для этого достаточно будет два раза подогнуть, к примеру, по 5 мм наизнанку и дать строчку по всему низу изделия. И таким образом нам остается только обработать срез горловины и вточать рукава. Срез горловины в рубашках, в блузах правильнее всего, конечно, обрабатывать воротником, стойкой, к примеру. Но в этой модели я решила обработать косой бейк. Вы можете оставить вариант со стойкой. Уроки по построению и обработке воротника стойки вы также можете найти на канале HappyNaz. Посмотрите предыдущее видео. Итак, если вы решили обрабатывать косой бейкой, то нам необходимо приложить ее к лицевой стороне изделия и вывести 5 мм за пределы планки. Прикрепляем. Таким образом мы прикладываем лицевую сторону косой бейки к лицевой стороне изделия. И прикрепляем таким образом вдоль всей длины среза горловины. Но при этом будьте внимательны, чтобы горловину случайно не растянуть, поскольку срезы косые и они легко растягиваются. Наоборот, ее даже можно припосаживать. Но в целом просто контролируйте, чтобы горловина не растягивалась. Пристрочили косую бейку к лицевой стороне изделия. И теперь нам необходимо отогнуть ее на изнаночную. Отгибаем срезы косой бейки наверх, в сторону среза горловины. Хвостик 5 мм, который мы оставляли до этого, загибаем вовнутрь для того, чтобы его скрыть. И отгибаем полностью косую бейку на изнаночную сторону. При этом постарайтесь вывести миллиметр лицевой ткани наизнанку, так называемый кантик. Для того, чтобы по лицевой стороне никакой косой бейки видно не было. И все было аккуратно. Прикрепили булавкой. Следите также за тем, чтобы косая бейка не выходила за пределы планки. И продолжаем отгибать таким образом косую бейку вдоль всего среза горловины. И прикреплять ее. После этого нам необходимо будет дать строчку на 1 мм от нижнего края косой бейки вдоль всего среза горловины. И горловина на этом будет готова. Итак, закрыли боковые срезы, короткие срезы манжеты. И теперь выворачиваем манжеты на лицевую сторону. Хорошенько выправляем уголки. И теперь нам необходимо отогнуть 1 см второго длинного среза. И накрыть все срезы с лицевой стороны рукава. Нам необходимо на 1 мм перекрыть шов притачивания манжеты. Только не больше, для того, чтобы манжета не перегибалась. Накрыли на 1 мм и прикрепили. И так продолжаем вдоль всей длины манжеты. Накрываем на 1 мм срезы. Все срезы заправлены внутрь манжеты. И прикрепляем булавкой. После этого нам необходимо будет дать строчку на 1 мм от верхнего края манжеты вдоль всей длины. Проложили строчку. На этом рукав готов. Можем выворачивать его на лицевую сторону и втачивать в пройму. Находим правильный рукав. Вкладываем его в правильную пройму. Как находить правильный рукав, мы уже много раз говорили в предыдущих видео. Присоединяем рукав, окат рукава к срезу проймы вдоль всей длины в круговую. И затем даем строчку на 1 см от края. И срезы обязательно обметываем. На этом рукав будет втачен в пройму и готов. Вот так выглядит обработанная косой бикой линия срез горловины. И на этом наша блузка практически готова. Нам остается только пришить пуговицы, обработать петли для пуговиц. Либо пришить кнопки. То же самое касается и деталей манжет. И на этом наша блуза будет готова. На этом все, наша блуза готова. Попробуйте поэкспериментировать с формами. К примеру, удлинив нижнюю часть до желаемого уровня. И превратив рубашку-блузку в платье. Попробуйте экспериментировать не только с формами и длинными, но и с цветом и фактурой. К примеру, поверх кокеток и верхней части рукава можно наложить слой гипюра. И образ заиграет совсем иначе. Также гипюр можно добавить поверх деталей манжет. Экспериментируйте и создавайте свои индивидуальные образы. На этом все. Я благодарю вас за просмотр этого видео. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. И жмите колокольчик для того, чтобы получить уведомление о следующем выпуске, который выйдет в следующую пятницу. Я желаю вам успешного дня. Я знаю, у вас точно все получится. До встречи. Пока!